Обострение началось в 2014 году. До этих пор мы, несмотря на то, что Советский Союз прекратил существование, часть исторических российских территорий с населением исторической России оказалась за пределами Российской Федерации, прежде всего на Украине. Мы же с этим смирились, нормально к этому отнеслись, более того, способствовали становлению нового государства. И готовы были работать, и работаем со всеми правительствами, какой бы внешнеполитической ориентации они ни придерживались. Достаточно вспомнить наши отношения с президентом Ющенко и с Тимошенко, премьер-министром, который так же, как и сегодняшнее руководство Украины, говорило о своей абсолютной прозападной ориентации. Мы же с ними работали, да, спорили из-за газа, были там конфликты, но в конце концов обо всём договорились. Мы всё работали же, и готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот кровавый, людей убивали и сжигали. Сейчас я не говорю там, кто прав, кто виноват. Ясно, что было законное возмущение и неудовольствие граждан Украины по поводу того, что происходило в стране. Так действующий тогда президент Янукович, он же совсем согласился. Три министра иностранных дел – Польша, ФРГ и Франция – дали гарантии мирного развития ситуации и мирного процесса. Я разговаривал тогда с президентом США по его инициативе, и он меня попросил тоже поддержать этот процесс. Все согласились. Через день, через два госпереворот. Зачем? Ответа нет. Ну зачем? Президент Янукович так совсем согласился, он готов был уйти хоть завтра от власти. Выборы, победа оппозиции была неминуема. Это все прекрасно понимали. Но зачем мы это сделали? После этого возник Крым. А как мы могли отказать Севастополю и Крыму людям, которые там проживают, взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Просто нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе. Или что? Мы должны были совсем безвольно смотреть на то, что происходит на Юго-Востоке, в Донбассе, который изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах, не мыслял себе иначе, как частью России. Но его туда Ленин с товарищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали, надо перерешить. И перерешили. Создали страну, которая никогда раньше не существовала. Сейчас не будем об этом говорить, но так и произошло. Засунули туда исторические территории с народом, которого никто не спрашивал, о том, как и где он хочет жить. Ну ладно, это и произошло, мы согласны. Но мы вынуждены были что-то делать в 2014 году. И так возник кризис, который сегодня развивается. Хорошо, дважды предприняли попытку украинские власти с помощью силы решить вопрос на Донбассе. Дважды. Хотя уговаривали не делать этого. Я вот лично уговаривал Порошенко. Только не военные операции. Да, да. И начал. Результат. Окружение, потери. И минские соглашения. Они хорошие или нет? Я считаю, что единственно возможные. Так проблема в чём? Не хотят исполнять. Ну, не хотят исполнять. Приняли закон о коренных народах. Объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом. Так же, кстати, как и поляков, венгров, румын. Отсюда и противоречия в межгосударственных отношениях Украины с этими странами. Они есть. Просто не выпячивают, но они есть. Значит, потом о языке. Ну, просто выдавливают русских и русскоязычное население с их исторической территории. Вот что происходит. Ну, ладно. Все говорят, Россия должна исполнять минские соглашения. Ну, мы согласны. Взяли, внесли в парламент страны, правительство внесло закон о переходном периоде. Ну, где же там минские соглашения? Там вместо амнистии, значит, запрет амнистии, чуть ли не уголовное преследование за эту амнистию. Там вместо выборов военно-административное управление вводится, а вместо амнистии – люстрация населения. Ну, что это такое? И провели через Венецианскую комиссию. Ну, как нам на это реагировать? Ну, хорошо, вот это внутриполитическая составляющая. Теперь нам говорят – война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают – не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать, вот такие-то новые санкции последуют. И готовятся, может быть, к этому? Первый вариант, на который мы должны реагировать и что-то думая об этом, что-то делать. Второй вариант – это в целом создание, я уже говорил это в своей статье, создание на этой территории такой антироссии с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населения. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить, жить дальше, всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены? А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооружённым путём, и, кстати говоря, по Крыму. Продолжение следует...